Всех приветствую на своем канале, меня зовут Алина, мне 24 года. Очень захотелось записать такое разговорное видео-знакомство со мной, с моим творчеством, с тем, чем я занимаюсь. Надеюсь, вы с удовольствием разделите со мной это прекрасное время, заварите себе чего-нибудь согревающего в столь холодную осеннюю пару, и мы с вами начнем. А начать я хочу с того, что в своей жизни я приняла очень важное решение. Я уволилась со своей скучной, нелюбимой работы. Может быть, для кого это покажется очень жизненным, но в моей жизни так произошло, и я начала заниматься своим любимым делом, не побоясь этого. Кто знаком с моим творчеством, передаю привет, кто еще не знаком, обязательно переходите в плейлист «Ручная работа», чтобы иметь понимание о том, чем же я занимаюсь. Ну и, собственно, не тая интриги, занимаюсь я вязанием. И вязание — это вся моя жизнь. То самое чувство, когда ты просто даже не хочешь выходить из дома, лишь бы у тебя была пряжа, крючки, идеальный мастер-класс какой-либо, да, и просто больше тебе ничего не надо для счастья. И, к слову, хочу пожелать каждому найти себя в каком-то своем любимом деле. Если вы еще не поняли, чем бы вы хотели заниматься, устройтесь на какую-нибудь низкооплачиваемую работу, чтобы у вас был прям такой отрезвляющий контраст, да, как это было у меня отчасти. Я, честно, на своей работе поняла, что я не хочу здесь оставаться, я здесь себя теряю. То есть мы, люди, мы все познаем только так, в контрасте. Вот. Что я еще хотела сказать? Собственно, про мою вязальную деятельность хочу тоже поговорить, с чего же она все-таки началась. А началась она именно с случайного видео из ТикТока. Да, мне часто попадаются в рекомендациях именно те видео, которые сподвигают меня на какие-то бешеные шаги. И поэтому в тот же вечер я не проигнорировала свое рвение и пошла покупать пряжу и крючок. Пряжа была вообще с фикс прайса, крючок был неподходящего размера, но меня это не останавливало. Ну, так же я и не знала вообще соответствия пряжи, крючка, что мне именно нужно. Мне главное нужно было начать это делать. И потому что я такой человек, я многое пробую, за многое берусь. И в процессе, когда начинаю, я понимаю, мое это или нет. Так как я занималась и бисероплетением, и вышивкой, свечеварением, рисунком. Рисунок это вообще отдельная тема по образованию, потому что я дизайнер окружающей среды. У нас на факультете было очень много рисунка и живописи. Поэтому мне важно попробовать, чтобы понять. Поэтому я себя попробовала. Начала я с вязания таких, знаете, я сейчас покажу, подставочек под кружки. Такие они стильные, интерьерные, прям вообще. Но, если честно, это одна из вообще другого. Я делала классические круглые с такими, ну, я вставлю лучиками, так скажем. Вот, и даже мне удалось после моего триумфа, того, что у меня получилось, мне удалось даже продать парочку своих работ. Это была продажа, первая продажа подруги. Вот, ну, а потом я не занималась продажами и просто начала себя пробовать в других вязаных работах. Да, я пошла в другой абсолютно опыт на пике своей, так сказать, удачливости. Занимаюсь я вязанием уже порядка полутора лет. И за это время, чего я только не связала. У меня в коллекции есть и кардиганы, и тапочки, и различные сумки, и топы, и всякого рода декор для дома в виде подставочек, опять-таки, сервировочных салфеток, корзинок различных размеров. Так что я прям себя перепробовала во многом. Но хочу сказать то, что ничего из этого я пока что не продавала, не шла в этот опыт. Да, всё-таки я очень ответственно к этому подхожу, потому что у меня, ну, какой-то барьер, скорее всего. Что насчёт продаж, если здесь есть девочки-вязальщицы, которые уже продают, пожалуйста, поделитесь в комментариях, как вы пришли к тому, чтобы продавать. Потому что у меня пока что, как я уже сказала, некий барьер по этому поводу. Но в скором времени я планирую всё-таки действовать, так как я ушла с работы, напомню. Вот. Дальше я хочу сказать то, что работы, которые я связала, я вам перечислила. И в один прекрасный момент я поняла то, что мне этого мало в крючке, да, то, что я работаю. Хотя мне мой муж говорит о том, что зачем ты распыляешься, делай что-то одно. Потому что я, ну, к слову, там свяжу кардиган, переключаюсь на тапочки, связала тапочки, переключилась на сумки, ещё что-то, ещё что-то. Вот я увидела, мне надо это, я хочу это. Я прям максимально стараюсь слушать себя, свои желания, рвения и идти по возможности в это всё. Вот. И он мне говорит, почему ты не останавливаешься на одном, доведи это до идеала, да, и попробуй это продать, усовершенствовать как-то более. Ты, говорит, пробуешь, типа у тебя получается, и ты бросаешь, в новое идёшь. Но я говорю, нет, я хочу всё-таки пробовать себя в разном. Поэтому, долго не дожидаясь ничего, я решила, что мне пора учиться вязать спицами. Для меня спицы были очень сложным инструментом. Ну, как бы, когда я смотрела какие-то мастер-классы, когда я не умела ими вязать, да, мне казалось, что это как-то максимально сложно, потому что ты работаешь двумя руками, и я не понимала механизм, как ими работать, они же без крючка, как там вот это вот всё, процесс вязания происходит. Тоже, долго времени не дожидаясь, это было вечером, я приняла решение научиться ими вязать. С утра я уже пошла, купила, опять-таки, вообще любые какие-то рандомные спицы, это были спицы 3,5 мм, взяла пряжу, у меня куча пряжи, остатков, и просто начала учиться вязать лицевыми и изнаночными петлями, вот, и за один день буквально я освоила навык вязания, поэтому в этом плане у меня всё очень круто и легко происходит, вот. И хочу сказать то, что в спицах мне тоже удалось достичь успеха. Кардиган, который сейчас находится на мне, связан недавно совсем, недели две назад тоже спицами, это вот моя первая работа, я очень рада, если честно, вот. Он у меня есть в соцсетях, можете посмотреть, также в плейлистах переходите, смотрите. Вот, а сейчас поговорим о насущном, да, чем я занимаюсь сейчас. Сейчас я вяжу также спицами, потому что крючком мне реально неинтересно уже вязать, наверное, я прям вижу работу спицами, потому что спицы были для меня, как я повторюсь, чем-то заоблачным, и работы, которые я видела, меня прям сильно вдохновляли, прям вот этот масштаб, потому что крючком всё равно, мне кажется, ты, ну, не можешь достичь столького. Вот, этот масштаб меня вдохновлял, и мне прям в это хотелось, и я не смотрела прям, не вникала в эти мастер-классы, потому что я знала то, что я не умею вязать, но теперь я смотрю, меня прям многое вдохновляет, и на данный момент времени, закончив кардиган, чуть ли не на следующий день, точнее, у меня уже была заказана пряжа, она уже была у меня дома, и чуть ли не на следующий день я уже начала вязать новую работу. Вот она у меня тут есть. Это, правильно это называется, бактус, ну, в общем, зимняя косынка такая, из пухонорки, очень крутая, прям, кто знает мой стиль, тот поймёт. Очень классический, потому что я не люблю зимой носить шапки какие-то, ну, там, могу надеть шарф как-то намотать стильно, ну, вот бактус, это то, что мне прям нужно, я считаю, особенно связанные своими руками, это бесценно, если честно. Тот, кто, так сказать, не шарит за вязание, за рукоделие, ну, скорее всего, вам не понять этого. Тот, кто знает, тот понимает, что когда ты вяжешь своими руками, и потом носишь эти вещи, либо, там, даришь, продаёшь, это бесценно, потому что ты понимаешь то, что ты сделал это сам. Люди же, ну, более как бы привыкли оценивать наглядно, да, объективно, что, ну, да, эта вещь, она красивая или некрасивая, она сидит или не сидит, да, ну, как бы понятно. А те люди, которые, ну, понимают, о чём идёт речь, которые создают тоже вещи подобного рода, они понимают, что работа создаётся очень большим трудом. Сюда реально вкладывается душа, время, опыт, даже вот просто, я не знаю, как вам передать, я обожаю этот кардиган, я очень давно его хотела, повторюсь, не зная даже, не зная вязания спицами, не умея ими вязать, я уже была настроена учиться и вязать только его, эту пряжу я очень долго искала. Ну, и в завершении этого видео хочу сказать большое спасибо тем, кто досмотрел его до конца, мне это очень сильно дорого, надеюсь, что вам было со мной интересно, буду в дальнейшем записывать подобного рода видео с обзорами, с процессом, вот так как я здесь человек новенький, мой путь творчества на ютубе только начинается, поэтому подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, обязательно пообщаемся, заскакивайте, в общем, всегда вас жду, так что до скорой встречи!